Ветеранов Великой Отечественной войны вспоминают не только в День Победы. Остановочному пункту 75-й километр Савеловского направления Московской железной дороги, расположенному в Дмитровском районе Московской области, присвоенными ветеранам Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Дмитров Марии Барсученко. Летом прошлого года съемочная группа телекомпании «Тонус» была в гостях в доме Марии Тимофеевны. Целью приезда стала съемка большого фильма-портрета о легендарной Маше-Стрелочнице. «Победившая тайфун» — это название фильма о непростой судьбе простой русской женщины. Осенью 1941 года фашисты стремительно продвигались к Москве. Вермахтом был разработан план «Тайфун» по окружению столицы Советского Союза с последующим затоплением ее водами канала имени Москвы. Положение стало критическим. На помощь оборонявшемуся Дмитрову был послан единственный, находившийся поблизости, бронепоезд номер 73 войск НКВД. Мария Барсученко, стоявшая в тот день на посту, невзирая на лютый мороз, обеспечила движение бронепоезда. Смотрю, бронепоезд идет. Что такое? Я говорю, стрелка не готова. Вижу, что уже ему не остановиться. Беру баланс, чтобы стрелку перевести. Это баланс 15 килограмм, 200 килограмм. Перевожу его и ложусь сама прямо на этот баланс. Думаю, может, что-то я придавлю, потому что еще снегу много было. И когда только наступил он вот на это, он меня как подкинуло вместе с балансом. Я думаю, ну все, сейчас буду под поездом. Думаю, зацепить так зацепить. Хотя бы бронепоезд прошел. И бронепоезд прошел. В том бою бронепоезд уничтожил 12 вражеских танков, 24 машины и более 700 солдат. Еще 10 дней немцы предпринимали отчаянные попытки взять город, но безуспешно. К этому времени из Загорска подошла первая ударная армия генерала Кузнецова. Операция «Тайфун» провалилась. Мария Барсученко была награждена Орденом Красной Звезды. Всю жизнь Мария Тимофеевна проработала на железной дороге. Теперь скромную труженицу называют человеком-легендой. Ее имя носит железнодорожная станция. Они снимают фильмы и репортажи. Первыми зрителями и критиками фильма «Победивший тайфун» стали участники съемок. Предпремьерный показ был организован на Дмитровской земле. Хороший фильм. Я считаю, что очень правдиво исторически все снято. Ни одной фальши нет. Ну, работу принимаете? Да. Сама история, что называется, приняла работу. Доказательство этому. Память благодарных потомков о том, как хрупкая 20-летняя девушка Маша Барсученко холодным ноябрьским днем 41-го года перевела железнодорожную стрелку и повернула тем самым весь ход истории в битве за Москву, приблизив великую победу. Следующая остановка – платформа имени Барсученко. Осторожно, двери закрываются. Давайте поздравим. Спасибо. За то, что вы сделали в те годы, когда фашист хотел прийти к нам сюда и захватить, поработить нашу родину, нас вы не дали ему. Ну, очень было страшно. Какие-то минуты, вот ты приди, кроме поезд, пять минут, уже мне труд будет занят. Теперь, проезжая станцию имени Барсученко, просматривая фильм «Победивший тайфун», наши современники и следующие поколения будут вспоминать одну из тех героинь, кому мы обязаны мирной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова